пожалуйста но дело в том что вот этот процесс самого превращения там говорят что она происходит потому что вот эти инфекционные прионы они являются как бы катализаторами реакции и вот это вот альфа структура белка переходит в бета структуру я так понимаю что это уже необратимый процесс и реакция может идти только в одну сторону а назад нет есть шанс что можно этим даже не заразиться то есть прионы там где-то потеряются по пути к мозгу или не будут действовать то есть есть вот шанс что можно эту болезнь не подцепить если есть этот прион но все таки потом до проявления симптомов может пройти очень много времени смотря какой вид вот если говорить конкретно о человеке то это может к 235 10 то есть может очень долго это развиваться если говорить о более мелких видах животных то это гораздо быстрее допустим у туалет скрепи она развивается от года до 4 где-то вот так вот насколько я понял у каждого вида да нормальная приона свои инфекционные тоже но они очень похожи у них аминокислотный состав похож но они могут отличаться друг от друга вот эти видовые то есть у них там но аминокислотный состав может быть немного разные тоже белки все-таки но они очень похожи по своим функциям и самой структуре в основном они гомологичны вот там давно тянет руку молодой человек я насколько понял с лекцией то есть по сути дела сами прионы они ну они же другие они не активны они не как вирусы они не как бактерии по сути дела это ведь не совершенство нашего белкового аппарата то есть грубо говоря это структуры которые так или иначе приносят ему вред просто потому что ну да вроде бы да но организму иммунная система с этим не борется из-за этого большая проблема да потому что он нарушает да он принимает вот эти вот инфекционные да я в том что вот эти вот инфекционные белки они очень похожи на нормальные поэтому иммунная система их принимают за нормальные будто бы все как и должно быть все в порядке она не принимает их за что-то чужеродное нет они друг друга не кушают но возможно генетическая вот передача от матери ребенку этих приемных заболеваний но вообще нет это если волк может быть мозг съест он может теоретически заразиться так как у них тоже есть нормальные прионы у волков и они могут заразиться кубчастыми цифровать почему такая распространенность в развитых странах и такая нераспространенность я думаю потому что я думаю у нас просто диагностика не так развита кто-то умер но там умер молодец да скорее всего там где лучше всего развита диагностика медицина скорее всего там просто статистика ведется я хотела вас порадовать что но они не считаются живыми они не считаются живыми потому что у них даже нет генетического материала то есть это даже нельзя назвать размножением в привычном смысле слова до да во первых это во вторых вот генетический способ передачи там был и я говорила что в результате того что в генетическом коде происходят какие-то изменения что-то меняется то есть это может быть вот как генетическое заболевание какие-то нечаянные изменения внеслись в хромосомы в 20 хромосоме по моему там есть ген который несет информацию о синтезе нормального прионного белка и вот там что-то изменилось он начал вырабатываться плохой белок возможно там кого-то он заразил или передался по наследству и как-то оттуда пошло ну это еще происходило из-за человека во многом потому что если бы вот тогда те овечки просто заболели и умерли ничего с ними не делали было бы еще ничего возможно она бы так и не приобрело такие масштабы а поскольку их добрые люди переделали нам мясо костную муку скормили 180 тысячам коровам и они все умерли скорее всего человек в этом тоже виноват нет они неустойчивые они легко растворимы они распадаются у них но они сами по себе не накапливаются в мозгу в принципе потому что они сами распродаются через какое-то время они поддаются действию ферментов протеаз которые расщепляют белки ну и вообще стандартным способом стерилизации более низким температурам они поддаются и дезактивируются все прионы правоспиральные или бывают все прионы бета или бывают прионы альфа ну нормальные прионы с альфа структурой а инфекционные прионы с бета структурой но опять таки грубо говоря это проблема в том что в бета структура каким-то образом ломает она меняет на менять работу нейронов мешает работе нервных клеток они вот эти вот с прионы с бета структурой они способны объединяться с друг с другом и не распадаются если нормальные прионы они там где-то скопятся то они распадутся за 6 часов без проблем а вот эти они очень устойчивы из этого они оседают на поверхности нервных клеток и мешают им нормально работать как всегда